9 марта 24 год утречка на улице минус 12 я взял карапузика мы соли сейчас все поменяли помыли вот и я принимаю смену смена принято потому что воля всю ночь его кормила сегодня плохо спала я между делом отрывками естественно тоже просыпаюсь там где как могу помогая но я больше сплю вот так как папа выспался если это можно назвать высыпанием но относительно оли сейчас я с карапузиком буду вот играть потом на ручках у меня уснет мамулечка у нас поспит но у нас есть такие всякие приспособления хорошо что мы их купили ты его просто поставил так вот на стол наш на остров и между делом кофе чик себе заварил вот спокойно могу делать кофе вот лежит смотрят какие-то делаю в чайок вот чай черный риоба английский завтрак офигенный чай тут зальем еще нальем водички и еще зальем с утречка каждое утро я завариваю чай сейчас заварим чаек и мы с тобой будем гулять и гулять имеете ввиду я на ручках его вот туда-сюда мы ходим разговариваем показываю что-то вот ему очень нравится что просто только лежать это ему не очень интересно постоянно вот грызет кулачок походу дело потихонечку там готовятся зубы чайник короче хорошие вот покупали недавно но у него один большой есть минус два раза я почти ну как бы чуть руки не обжег и я наверное все таки не буду его советовать или смотрите какой очень мощный минус начинаете наливать одной рукой внутри ложку держите что там делаете перемешиваете и вот вы хотите налить зависимости как вы возьмете за ручку вот если за ручку браться вот так то все в порядке если вы возьмете где-нибудь вот так вот так или вот так получается такая фигня когда вы начинаете наливать у вас случайно вот эта кнопка нажимается и чайник открывается а вы в это время льете кипяток и отсюда вы идет вот резко 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 пар который пробивает в руку но и брызги отсюда выведут я так вот несколько раз просто ну как бы вот так вот автоматом беру чтобы налить и у меня вот такой хова открывается в это время уже отсюда должен летел начинать сверху еще выливаться вот эту фигню вообще не продумали кнопка расположена вообще на сгибе там где человек может вот стопудовую и взять потому что если чайник тяжелый вес чтобы распределить отсюда как бы не очень удобно держать хочется как-то чтобы рука здесь была вот эту кнопку вы сделали наоборот здесь или вот где-нибудь здесь чтобы ее явно открывать если нужно короче какой-то идиот это делал и даже не подумал про такую мелочь так что у меня уже второй или третий раз такая фигня я вообще думаю блин хоть хоть заклеивать здесь эти штуки нет чтобы не открывались короче очень опасная штука все мы с карапузом тут гуляем сейчас только вот так могу показать что происходит вот да карапуз марапуз вот его на так на ручке зависает как панда вот и мы с ним вот так вот гуляем он рассматривает все изучаем мир прогулочки да иван нравится тебе так за весончики а у меня тренировки каждое утро вот с утра он все тяжелее и тяжелее получается потихонечку рука подкачиваются в этом плане я уже сбросил сколько там блин почти 6 килограмм что ли прикиньте так хотите тренироваться сбросить заводите детей это рука просто камень она вот так вот может фиксировать я так могу ходить вообще вечно реально она просто замирает и все вот фиксатор какой-то сначала какой-то момент бывает она устает потом привыкает к этой усталости потом замирает а потом просто вот только так и все вот я вот сюда выстраиваю пульт соску когда нужно но редко мне соска когда нужно иногда в основном она не нужна здесь приспособил кофе очек естественно телевизор какую-то информацию включая смотрю и у нас тут окно кверху при открытом на ночь мы поменьше делаем щель чтобы здесь циркуляция воздуха была а утром когда я прихожу и вообще его открываю включаю вот этот пар чтоб шел как его там парогенератор или как он называется стены с головы вылетает вот там спрашивали чё за фирма вот я могу че женщина одна спрашивал какой у вас этот парогенератор вернее парогенератора это увлажнитель воздуха и другая женщина пишет да какая разница что вы прям не можете сами выбрать блин правильно делает женщина спрашивает я тоже смотрю например если чите видео смотрю вот люди пользуются блин это же отзыв вот мы например вот этот увлажнитель купили тогда когда купили вот этот вот немогучие кресло вот эта фирма такая магазина есть где продают вот эти массажные кресла и это где-то было лет пять назад наверное грубо говоря пять лет и вот все эти пять лет вот этот увлажнитель работает не глючит выполняет свою задачу очень красиво смотрится вот достаточно просто наполняется бак режиме есть всякие там ночной режим есть вот он выполнять свое дело поэтому я вот советую например такой увлажнитель и вот открываю окно включая увлажнитель и понеслось сейчас посмотрим сколько у нас тут температура 22 и 13 по теплу 22 по влажности 13 поэтому включаю поднимаю влажность до там 20 21 22 примерно вот так ну и гуляем мы вот так окошечко смотрим у нас тут видите в пол вот так идет и мы с его нам смотрим что происходит но он уже хочет спать потому что когда он так всякие такие звуки делает значит он уже засыпает я уже не так его держу а переворачиваю головой к себе и все и мы потом начинаем засыпать да также коляска вот мы сделаем отдельное видео по коляске еще не успели нам говорят у них наверно коляски нет они не гулять не выходят на улицу вода коляски у нас нет конечно в коробке будем ребенка катать вот так сейчас моя задача вот 940 дать поспать оле так до 11 как минимум ну хотя бы она полтора-два часа чтобы поспала на 1 за 12 просто сегодня оля точно не выспалась карапус у нас кушает потому что также по поводу еды там пишут типа он нами часто кушает молоко так что непитательно просто у всех дети разные вот и генетика разная например есть дети которые маленькие но остаются маленькими они как бы быстро в рост и вес не идут и могут я не знаю там до скольки лет вообще оставаться одинаковые вы смотрите по генетике а у нас генетика такая вот у него я сейчас смотрю он больше дам в деда он больше меня будет я сам высокие достаточно крупные вот папа у меня вообще два раза здоровее ну у нас как бы по генетике по мужской линии одет у меня еще здоровее выше чем отец мощный такой был дед вот если он вобрал себе такую тоже генетику еще мощнее чем я даже сын у меня уже наверное меня перегоняет по как бы телосложению я думаю что даже мощнее семья будет старший сын иван возможно даже еще больше будет потому что видно у него и как бы по рукам по ногам костная но по костям как по ширине ну и соответственно если генетика у ребенка как бы заложено он крупный то питаться кушать он будет просить намного чаще и больше и рывки в росте и весе будут тоже например это нужно не все кстати эту фишку знают я вообще по детям просто вижу вот когда они идут в рост резко набирают обороты и в это время нужно ребенка хорошо питаться вот не ладно сейчас у нас очень мощно в рост пошло за зиму она там не не знаю в два раза увеличилась просто в высоту и у эдвина такая же штука была но эти рывки бывают и в течение жизни там просто одни все родители такие вещи замечают а я это все прям четко вижу и вот карапуз у нас тоже такие делать рывки в росте в весе именно на момент когда у него вот этот происходит он прямо из остановки может кушать потом бам в рост потом раз он увеличился вот вес набирает ну для этого еще грудное кормление это же надо блин успевать поэтому он день и ночь у нас такие моменты кушает и оле не обламывается день и ночь кормит там просто написали комментарий что типа там нужно кормить по 15 минут и этого достаточно нету такого там достаточно недостаточно если ребенок хочет кушать как это достаточно типа все короче ты не ешь потому что достаточно как это так вы даже взрослому человеку поставили тарелку наложили еды он кушает взрослый человек такой съел там не не знаю минут десять ест и вы потом из поднос у него тарелку забираете говорите короче тебе достаточно я думаю что взрослый человек вам тарелку на голову натянет как вы можете решить за него что ему достаточно или нет он прекратит есть тогда когда наестся блин а у человека еще и фишка есть запас кушать а тут маленький ребенок растет прямо интенсивно как мы можем за него решать сколько ему надо или не надо вот если ему надо надо он ест поел титьку отпустил и все хватит также по поводу там жирности молока дело же не только в жирности в том что какой ребенок какая генетика сколько он ест у одних людей например по генетически они маленькие например невысокие люди щупленькие там веса нету ну такая генетика у людей и там не требуется очень много еды там можно покормить буквально чуть-чуть если люди генетически большие то соответственно еда совсем другая всех же блин разные организмы поэтому еще если крупные люди то соответственно и питание совсем другое поэтому люди отличаются кто что есть кто-то там на зеленушках может выжить кто-то не съест мясо плохо будет вот в этом и как бы разница людей да иван там потихонечку он можно сказать даже спит сейчас глаза открыты но когда я разговариваю вот так монотонно спокойно это его укачивает потихонечку вот так вот засыпают на гуляем гуляем и он вырубается все когда вырубится я пробую положить его в кроватку вот или там если в кроватке начнут просыпаться на ручке беру сажусь на диван прикрыл закрывая его одеялку и телек смотрю пока он там не проснется так что по поводу кормления там жирность молока мы делаем так чтобы олив питалась максимально качественной едой вот разной едой чтобы карапусь у нас был сильный и мощный до новой папа сейчас тебя перевернет будем спать вот так вот мы сейчас как раз таки можно сказать гуляем сейчас уже температура здесь опустилась до 20 я вот окно не закрываю пока не будет где-то не знаю 18 ну я как бы смотрю состояние его когда холоднее встает я его одеялком на руках вот так муслиновая одеялка закутываю вот и все и мы ходим дышим чистым воздухом вот увлажненным а потом уже когда ложу его спать окно закрываю маленькую щелочку оставляю все так что он сейчас дышит прям хорошим утренним свежим снежным морозным до воздухом великолепным да иван вообще красота весной когда будет уже тепло расцветет все у нас тут такой запах классный особенно вот эти сосна у нас тут растут как раз окно открываю и вот весеннее вот идет воздух такой хороший смотрите вон где солнце сегодня нами ли снег будет или чё дома маленький то карапузик карапузик я все будем спать время 11 11 карапузик поспал проснулся и захотел кушать я отнес оля оля сейчас кормит я буду сделать хлеб также отвечаю на комментарии читаем конечно все ваши комменты и в роликах периодически будем ответы давать там кто-то очень долго бардак у нас-то бардак вообще конечно бардак бардак не видели у людей и при этом у нас дома ребенок новорожденные тут задача только блин поспать бы чуть-чуть выцепить время какой там нафиг бардак там уборки чё-то и при этом мы успеваем можно сказать все и старших детей смотреть и деньги зарабатывать блин и хорошо кушать и вообще все что нужно и достаточно дома чтобы было уютно и не будет уютно и чисто вот ну у кого в голове какой ну как вы понимаете для себя бардак конечно если например вот диван понятное дело что чистота в понятие чистоты идеальны это значит ничего лишнего все подушки на месте а это чисто блин ну когда новорожденный ребенок ну например есть сосочка там одеялка положили где он может например поиграться подушечка вот здесь тряпочка например не просто так лежит это тряпочка когда он там допустим отрыгнул или слюнки или еще чего-то быстренько вытереть вот раз тряпочка здесь тряпочка потому что с ребенком может ходить может где-то сидеть и мы распределили всякие тряпки чтобы можно было раз быстро взять и это сделать а не бегать как придурку и искать так так дайте мне тряпку чем-нибудь вытереть потом берешь футболка или тряпка со стола вытираешь рот ребенку когда он отрыгнул есть такие люди я это видел лично и меня это раздражает я супруге говорю давай тряпочки просто распределим по дому и где бы все там не происходило ты всегда знаешь что вот эта тряпочка для ребенка вытереть ему личико и детям мы это сказали чтобы руки не вытирали не трогали ну и соответственно у нас так периодически тряпочки лежат по ее использованию мы их меняем стираем вот муслиновые пеленки например вот лежат они дополнительно используются когда например я на руках его держу и он засыпает на руках я просто беру вот здесь сразу вот так одной рукой и его укутываю чтобы ему было уютненько спать вот или здесь он играет играет бац уснул или еще чего-то раз подтянулся его накрыл ну короче распределение поэтому здесь ничего лишнего нету здесь шапочка если вдруг понадобилось вот одна шапочка здесь у нас гномика всякая такая лежит это и и все остальное как бы это все для ребенка люлька я думаю что это же не бардак да это люлька и у моего вот вот тут для ребенка штука вот тут для ребенка когда мы его одеваем на улицу идем тепленькое что-то это тоже штука для ребенка для коляски это мы вот сейчас видос будем снимать пришла посылочка ну и и так далее вот коляска стоит кто-то там вообще написал что это бардак натуривая придурки что ли откуда такие дебилы вообще берутся неужели нельзя как бы отдать себе отчет что маленький ребенок дома даже если будет бардак это нормально потому что новорожденную вы блин родите и попробуйте с новорожденными не знаю первый месяц дома быть я посмотрю блин какой у вас бардак или не бардак блин у вас срать будет блин в жизни а у нас более-менее нормально во всем этом отношении так что кому не нравится валите нафиг там или там посуда какая-то чё-то где-то скопилось блин по мне так хрен бы с ней вообще для меня вообще это как-то знаете ну посуду но сейчас встанем кто-нибудь да помоет эту посуду ой скопилось посуду чё делать насрать чё делать вот я сейчас буду делать хлеб вот и здесь использую конечно же муку которую я купил и еще буду делать его чуть-чуть солодом хлеб у нас последний кусочек остался и там несколько кусков и все в принципе хлеб заканчивается поэтому будем делать хлебушек вот последний на завтрак его съедим вот тоже штука вот это стоит тоже бардак вот тряпочка лежит здесь специально если вдруг карапас у нас здесь что-то нужно вот тряпочка пожалуйста бардак так что пожалуйста не тупите много раз буду повторять прежде чем писать комментарии и делать выводы вы сначала в прочувствуете то состояние в котором находятся те люди о чем ну кому коммент хотите написать наше состояние это новорожденное в первую очередь это закрыть все вопросы самые важные первоочередные там чтобы он был сыт и чистенький одеты дети накормлены вот чтобы не отставало питание все такое и потом по мере сил и возможности закрываются остальные какие-то вопросы а если не остается сил там закрывать вопросы да фиг бы с ними вообще с этими вопросами многие люди просто какие-то помешаны на каких-то уборках дома там уборку бурку 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 блин вы блин натуре сумасшедшие столь понятно что уборка блин но не какая там мания уборки у людей я часто еще заметил вот люди вроде кто больше всего болтает про эти уборки в итоге у этих людей дома не совсем-то и чисто очень ну не комфортная обстановка как раз таки кто меньше болтает просить и уборки вот как раз таки чистота и порядок давайте засыпем делаем все одной рукой умеете одной рукой хлеб делать не марая руки могете так давайте я лучше буду левую камеру дюже за правой здесь два вида муки как вы заметили да идет вот и сам солод соль уложу дрожжи естественно ну или неестественно кто-то делает там на другой вариант там забыл как называется тот вариант этот вариант не заморачиваться сейчас некогда на закваске в принципе тоже закваска так наливаем водички сюда все делается в одной чашке и никаких проблем сколько надо лить а фиг его знает сколько вот столько вот сколько вам хочется сколько воды сколько чего фигня это короче все примерно все примерно на глаз чуть-чуть еще добавим сахар буквально маленечко для такого ощущения вкусности хлеба так ничего не забыл мука вода соль масло чуть-чуть сахар дрожжи все пускаем делаем замес так достаем это все дело вот так и чуть-чуть нужно здесь муки подсыпать единственное мне вот эта штука с одним крюком не очень нравится есть миксеры вот я не могу найти какая там планетарный называется ли как два тут крюка и эти два крюка захватывают полностью все вот это он вот эти бака не очень захватывает сам вот этот кен вот хорошая фирма все великолепно в принципе свою работу делать много чего может делать уже много лет работает все четко вот но именно вот эта насадка которую типа тесто должно замешивать она не хватает тут еще нужно но такого крюка найти нигде не могу поэтому вот эти боковинки видите вот такая вот фигня приходится вот так вот поделать беру ложку вот и ложкой это все дело чуть-чуть такой замешиваю но это не всегда когда как знаете какой момент если сразу воду наливаете получается середки вода из-за того что посерединке вода вот этот крюк в этой воде начинает буксовать и не может зацепить бака я по-разному пробовал и быстрее и медленнее и все такое но один фиг вот такая приколюха вот а если потихонечку то в общем идеальный мой вариант это вот так вот я закидываю замешиваю там все вот это тупит беру ложечку делаю потом включаю там медленно чтобы оно насколько возможно успела зацепить и потом иду на увеличение ну и в принципе как бы вот все равно видите вот бака не может зацепить вот так вот делаем вот тут один фиг вот это вот остается так что у меня в планах возможности короче купить какой-нибудь специально для хлеба какой-то миксер вот так вот миксер и каком комбайн называется только возьму его мощный большой такой прям знаете нереальный какой-нибудь так все пусть стекает вот так получается потом берем муку фигню делаем вот так я так уже делал много лет мука поджаривается и у хлеба такая корочка прикольно получается и не прилипает легко отходит ну все и вот эта вся тема просто вываливается сюда и все вот и как бы весь расклад чтобы это хорошо вывалилась такие вот штуки нужны это все дело счищаем естественно конечно же как бы двумя руками я делаю все намного быстрее блин такой медленной потупленности нету для меня сделать хлеб это буквально не знаю пятиминутное дело все он карапуз спустился поел проснулся вот довольный такой улыбался мне он по саде туда на улицу снег пошел прикольно так уже тяжело встает высоко да я подстагиваю это сделал как будто сидит он чтобы там не валялся внизу вот чтобы он смотреть мог ты уже смотришь здесь вот такой лопаточкой делаем вываливаем вот так вот примерно это все дело выглядит ничего больше делать не надо она сама поднимется не надо руками месить не надо как бы дать ему подняться потом опуститься потом крутить вот это всей фигней страдать не надо максимально как бы руки у вас в чистоте единственно чуть-чуть муку касаетесь и все закинули сюда сверху еще вот так вот мукой посыпаю то будет только хлебный вкус аромат конкретно вот как бы весь расклад все все у вас чистые руки в принципе остаются делать буквально пять минут вот это дело ставлю в духовку сейчас смотреть вот это вот так же ничего больше не надо делать просто ставите в духовку в холодную и где-то час полтора-два смотрите как только поднимется тесто не достаете не мешаете не сбиваете тесто не трогайте хлеб вообще он поднялся сразу же включаете режим в выпечки ставим потом на час 10 минут 200 градусов и у вас великолепный хлеб полностью заполненный вот этот профиль и все никаких проблем нету да иван вот так да оля сейчас ходит в душ вот там и пока иван сидит вот это я все зачищу вот или оля выйдет потом потом мы должны поехать в мать и дитя там у нас 10 сеансов оплачено уже оля делает после родовую магнитно-волновая там терапия есть вот специально такая американский прибор который я могу порекомендовать всем там женщинам уже там тоже бабушкам дедушкам до колеопозе куток там в общем для сокращения мышц садитесь на этот аппарат он там такие магнитные волны идут внутри мышцы сокращаются и они типа излечиваются можете сами там потом посмотреть у нас 10 сеансов оплачено сеанс стоит там 5000 со скидкой нам там 40 что-то 3000 что ли мы отдали вот сейчас у нас будет 5 вроде как сеанс но ли уже себя лучше чувствует вот вот так так что мы с карапузем каждый раз ездим он машине спит карапузит себе потихонечку что ты там наелся до молочко вкусненькое кушал такое до вкусненько тебе было вкусненько сидеть не хочет хочет на ручках маленечко да малюсик